вот этот я тоже его увидел давай отсюда туда так не видно хуй поехали привет привет дорогие друзья с вами булкин и добро пожаловать на новый автовлог собственно сегодня как пока что обычная рс-6 ну пока она только у меня в моем гараже матрешка еще делается на данный момент по крайней мере пока мы это снимаем короче ребят сейчас расскажу сразу это такой будет необычный влог потому что в нем сразу скажу будет много болтовни при этом будет самое главное что вы по названию поняли это заезд с е63 новый 213 я вам все покажу все разжую поэтому ребят кому реально интересно я прошу посмотреть полностью видео потому что в принципе я не буду сильно там до уходить в сторону расскажу все основные моменты также буду сразу держать телефон в руках что составил огромный план на сегодняшний выпуск чтобы ничего не забыть рассказать сразу заранее вот давайте начнем значит сразу хочу извиниться что заезды которые вы сейчас увидите съешься 3s они будут сняты на iphone в принципе не сказать что он просто ковенное качество но нормальное в принципе да просто не на основную камеру расскажу почему это был случайный сбор получилось так что мы встретились и 63 у меня не было никакого оборудования ну естественно я захотелся это отснять показать вам дальнейшем поэтому собственно впереди все равно еще много теплых деньков я думаю что мы еще не раз заеднемся с е63 и так далее но просто раз уж вот это уже состоялось я вам должен это все показать в сегодняшнем авто влоге также друзья вот сейчас начали я все это разжую потом будет часть где расскажу что сейчас куплено уже на 6 кое-что будем делать прямо здесь кстати говоря так что смотрите и увидите все окей так друзья начнем с так скажем начнем с самого начала как вы знаете в прошлом авто влоге мы сделали чип теперь здесь в районе 700 там не знаю я сколько точно но больше 700 сил ну грубо говоря 715 720 то есть это принципе самая возможная сильная прошивка который можно было вообще сюда сделать чтобы машина реально вот на стейдже первом ничего больше не делалось кота не удалялись выхлоп не ставился впуск выпуск ничего не трогалось совершенно даже нулевик стоковый который уже забит мы сегодня будем менять как раз таки его короче рассказываю в чем прикол как вы помните если вы смотрели прошлый авто влог когда мы чиповали резку я сказал что мне нужен самый злой чип и плюс ко всему я еще прошел коробку ну как вы знаете когда хочешь большего можно немножко облажаться ребята меня сразу предупредили которые мне ну к 8 чиповали машину что типа они никогда на стейдже первом не не прошивают коробку потому что это в принципе бессмысленно и то есть если я сейчас прошью это все будет принципе на мое усмотрение то есть мое желание обычно коробку перепрошивают на стейдж 2 и вот тут я немножечко попался дело в том что теперь сейчас вот это будет сложно объяснить но я постараюсь и показать вам сейчас и объяснить дело в том что когда мы перепрошили коробку у меня обороты отечка подвинулась 6500 ну грубо говоря на 7000 то есть по сути это 500 оборотов в минуту но они очень сильно решают к сожалению на данный момент когда здесь стоит только чип этого не нужно и машина за счет этого даже иногда едет хуже объясню почему когда мы крутим мотор допустим в с режиме спорт и он сам переключает на 7000 идет уже потеря мощности таким образом проще говоря я чтобы ехать максимально эффективно должен сам лепестками все равно отстреливать так скажем передачи на 6500 если это делаю позднее ли след делает автомат сам на 7000 идет какие-то доли секунды потери мощности поэтому разница именно в заезде 100 200 теперь существенно то есть грубо говоря среднее время если я буду ехать просто спорт режиме и крутить до 7000 оборотов это будет где-то 7 и 6 секунд примерно если я буду сам отстреливать на переключать на 6500 это будет в районе 7 и 1 вот как у меня было скажу сейчас но единственное значит повторюсь есть такая особенность у некоторых машин например у р-6 у ешки у нового есть такая особенность 100 200 они едут лучше когда едешь с места то есть есть автомобиль например gtr едет лучше 100 200 когда ты стартуешь 70 а если ты едешь с места он ей чуть хуже а здесь вот наоборот то есть тоже разная такая спецификация то я к чему говорю то есть если мы сейчас с вами с ланча стартуем у нас показатель что 200 будет лучше нежели вот допустим я сейчас еду там 70 грубо говоря нажимаю в пол и будет результат где-то даже может быть на 04 где-то секунды больше это вот что стоит учесть мы сейчас попробуем с вами дувануть с ланча с места как раз еще повторно еще раз увидим 0 100 наши результаты это я думаю будет 31 32 собственно стабильно и попробуем сходу то есть я вам покажу все закреплю результаты чтобы тоже это на деле понимали как это происходит особенность также при переключении вручном режиме опять же да вот тот самый мне нужно переключаться на 6500 ну давайте попробуем просто интересно что сейчас будет 76 видите результат 76 потому что мы ехали ходом вот эти самые 0 и 4 секунды о которых я говорил то есть это особенность автомобилей поэтому когда мы едем собственно опять же говорю ходом результат хуже нежели мы поедем с ланча сейчас смотрите встанем я попробую стартануть с ланча вы увидите что результат будет где-то 7 и 2 зажимаем две педали 320 100 я не сам переключаюсь видите до 7000 находит отечка и сейчас результат будет 7 и 5 квотер 11 1 7 и 5 100 200 и теперь про то что я говорил есть это ведь из-за того что коробка прошита она теряет эту мощность если крутит до отсечки сейчас я буду переключаться сам на 6 300-6 500 оборотах лепестками и результат результат будет лучше то есть сейчас мы имеем 7 и 5 и смотрите самое лучшее что можно добиться собственно это 7 и 2 стабильные это при учете если я буду сам переключаться то есть мы как бы вернем грубо говоря прошивку сбросим коробки потому что я буду переключаться там где отсечка собственно у нее и должна быть на 6 500 так у нас ремонт дороги оказывается на дамбе начался не знал этого поэтому здесь не рискнувшись зачем она надо надо сейчас проедем дальше а тут даже новый асфальт ничего себе кстати можем посмотреть температуру покрышек сейчас температура плюс девять с половиной градусов на улице показать давление точнее тп 3 барового в каждом колесе 32 передние колеса 24 в среднем температура задних ну что друзья теперь я буду сам переключаться чтобы показать вам этот результат так сейчас пускай она сам сама сама и теперь я начинаю сам а 7 и 3 вот пожалуйста друзья ну 7 и 2 почему-то не получилось то есть я сейчас вам показал все на деле 0100 кстати 33 это возможно как раз таки охлаждение я вам говорю если подряд на ней ехать она будет все хуже и хуже столько охлаждения не вывозит уже это вот как раз минус рс я не знаю об этом уже сказал или не спили сейчас скажу видео обязательно вот смотрите 7 и 3 то есть пожалуйста я переключался сам перейти снова ремонт дороги сейчас тогда мы развернемся и еще раз как раз машина подостынет поеду сейчас спокойно и и развернемся я еще раз попробую все таки идеально проехать чтобы добиться и показать вам результат 7 и 1 потому что это лучшее 100 200 при переключении в ручном режиме в общем сейчас увидите ребят небольшая проблема дело в том что я развернулся но солнце 6 утра солнце уже встало и светит прямо короче будет ну я думаю что даже не видно сейчас ничего здесь поэтому мне придется сделать еще один круг развернуться опять же чтоб солнце было сзади чтобы вам было видно результаты замера замеров на драгоне в общем-то сейчас делаю еще один круг и еще раз с вами заедемся кстати друзья согласитесь ракурс довольно таки прикольный если кому интересно gopro ну как бы вверх ногами прикреплено к панораме то есть к люку но да она почти перед моими глазами но я так прям мне ракурс очень понравился но сейчас вот конечно заказали канон он не очень но в дальнейшем ребят ставьте лайк если хотите подобную и ракурс еще чего-нибудь там какой-нибудь валилово и так далее потому что я еще с компа посмотрю так я посмотрел вообще годный ракурс прикольные кадры и даже лучше чем когда на голове gopro потому что все-таки там то ниже то выше головы головы постоянно вертишь а тут прям стабильно и не знаю мне очень понравилось так что напишите комментарии как вам так друзья ну что давайте закрепим попробую добиться этих 7 1 7 2 сейчас хорошо переключался до 7 1 друзья и 10 и 9 квадр у нас новый рекорд вот абсолютный а сколько на 100 было три вот лучшие результаты машина холодная видите как сказывается все-таки охлаждение вот 0 100 3 1 100 200 у нас 7 1 вот и пожалуйста я переключался вы могли заметить можете пересмотреть я думаю что должно было быть все видно я пытался переключиться шесть триста шесть пятьсот вот этот диапазон и собственно quarter 10 и 9 отличный результат у меня уже был подобный тоже вот лучший результат именно 10 и 9 я постил своем инстаграме кстати забывайте подписываться булкин спб в общем друзья что я могу сказать значит еще раз объясню почему такая ерунда что эти по должен сам переключать если опять же кто-то не понял я знаю что я повторил сто раз просто хочу чтобы люди понимали и все знали так как я хочу рассказать вам все свое мнение пока у меня эта машина пока мы тюнингуем и так далее я допустил ошибку ребята из кого-то мне сразу сказали мы на стейдж 1 коробку не перепрошиваем я же думал что это что-то даст ну а как я мог знать что будет хуже в итоге я сделал как бы наперед то есть такого не будет что мне нужно будет переключаться самому на стейдж 2 то есть возможно дам учить подкорректируем все на прошивку коробки но то есть когда будет выхлоп там еще по мелочи когда будет больше сил все будет окей так как я у меня стоит просто чип залит и я попросил подвинуть отсечку это сыграло в худшую сторону потому что машина с такой именно мощностью просто на чипе начинает уже терять какие-то доли там лошадей переключаясь позже ну то есть знаете как в нфс то есть вы когда переключаете зеленые зоне у вас машина едет отлично когда вы переключаете ближе красный машина едет хуже вот примерно точно такая же ситуация поэтому я чтобы ехать сейчас идеально вот вы сейчас видели своих глаз своими глазами результат 71 этот результат не достижим стоковой ешки по крайней мере из всех тех которых я видел которые мерились это у них результат столько в стоке 7 4 7 5 а это разница как раз таки пол корпуса корпус но как вы понимаете вот это ну сложно сделать то есть пока что ловить эти обороты и так далее поэтому собственно вот я вам показал то что действительно если я просто еду переключаясь ближе к 7000 машина сама переключает автомат сам переключает так как отсечка подвинута ближе к 7000 я еду хуже примерно почти на полсекунды то есть 7 5 7 6 если я переключаю сам тем более стартую с ланча потому что именно конкретно эта машина то в принципе как и ешка она заточена на то чтобы почему-то эффективное ускорение даже 100 200 у него именно с места вот то есть тогда я получаю цифры 7.1 7.2 7.0 не видел еще ни разу 7.1 уже несколько раз видел 7.2 прям практически всегда если переключаться вовремя так что все зависит понимаете сейчас я как бы как вам сказать не от меня даже точнее наоборот нет машины сейчас зависит многое а зависит от меня поэтому друзья тут даже какой-то интерес появляется на данный момент пока у меня не стоит что потому что я прям чувствую себя чуваком который вроде как и на ручке а вроде как и на автомате потому что реально все зависит от меня от того как я вовремя воткну так скажем лепесток переключу передачу и от этого будет зависеть как машина ей то есть какой-то интерес в этом есть то понятно что да я зря это сделал но зато опыт и вам рассказываю мало ли кто-то тоже планирует дальнейшем так что друзья если вы делаете чип на rs6 ну вдруг знаете коробку не перепрошивайте оставляйте все как есть заливаете чип и у вас тачка будет ебашить если вы сделаете как я вы столкнетесь с такой некой трудностью которая ну не позволит вам ехать всегда эффективно и собственно по крайней мере именно 100 200 на 0-100 там пофиг она как бы пинками отстреливает как надо да вот ланч срабатывает она все идеально делает то есть 31 это все заебись ну и как бы друзья почему значит многие могли видеть результаты что машина на чипе rs6 едет 6 8 100 200 такое тоже бывает объясняю эта машина без ну хорошо ладно проекция на ничего не весит но все равно это пустая машина у меня все-таки есть допы у меня их много та же самое главное это панорама потому что машина без панорама если было она бы уже ехала как раз она бы из 7 выезжала что 200 так что видите такие нюансы которые вот я вам рассказываю надеюсь доходчиво может быть даже чересчур да это видос скорее все будет пиздец длинным ну ладно все продолжаем друзья сейчас это еще есть еще рассказать да еще сейчас скорее все там может быть какие-то несостыковки будут вы сейчас услышали что-то наперед потому что то что вы сейчас смотрите вот основное видео да где-то на парковке стою самая это короче снято недели две назад полторы вот я просто вот этот замер который вы сейчас видите скорее всего я его делаю меньше чем за сутки перед тем как вы видите ролик ну сегодня 8 мая короче вот так что друзья все смотрим дальше еще один главный нюанс за счет того что я сделал опять же скажу злой чип есть свои тоже нюансы в этом дело в том что у рс-6 идут мы естественно столько автомобиля идут обычные кат и допустим забегая наперед я про это тоже расскажу на ешке уже стоковые идут ну так скажем спорткат они прям так и называются так как здесь стоят стоковые катализаторы которые мы не удаляли не выбивали с такой мощностью они не могут справляться и могут душить машину то есть они могут вообще в один момент просто расплавится и сами вылететь куям собачьим поэтому так как я их не удалял потому что я хочу полноценно делать потом стейдж 2 пайпы выпуск я собственно но мил так будем ставить я их не удалял к чему я это говорю к тому что может так случиться что машина поедет хуже за счет того что они будут справляться с этой мощностью мне нужно будет раньше времени хотя бы выбить кат и но об этом я потом скажу сейчас такой проблемы нет просто рассказываю все как есть как бы кому интересно я думаю вам интересно и еще один момент машина начала не то чтобы постоянно но бывают такие моменты когда она например там едешь будут разгоняешься сгоняешься 160 она вот так знаете захлебываются как будто немножечко тут может быть две причины первое это свечи свечи мы проверили перед чип тюнингом они были в норме они менялись не так давно и второй момент это бензонасос который находится в баке то есть сам вот не тнвд а именно насос который в баке ребята из к 8 мне уже апгрейднули насос я купил новый потому что к пробегу как у меня сейчас там 37000 стоковый насос в принципе мог уже там забиться засориться и плюс ко всему еще чип да то есть нужно переваривать все это они его сразу мы взяли новый они меня москве его апгрейднули прислали он лежит сейчас багажнике мы его сегодня тоже будем менять поэтому от этих проблем которые иногда возникают иногда машина захлебывается я сегодня уже избавлюсь но я не как у юбок смотри совсем пиздец репутану сижу для удобно иметь универсал вот как раз тут лежит сейчас насос еще ребята кстати ска 8 за что им спасибо я тоже в историю прислал у меня фильтр 0 0 левик он уже как бы такой усталый мы его тоже поменяем сегодня уже не на стоковый также значит теперь еще с моменты которые но вот все таки прошло время после чипа я погонял и который я понял для себя у рс 6 оказалось очень говеное стоковое охлаждение прям дерьмо серьезно вот это ее минус то есть стоковое охлаждение мало того что она со стоком иногда не справляется то есть учитывая что сейчас у нас еще не лето после стейдж 1 и для стейдж 2 стокового охлаждения очень мало как это проявляется рассказываю ты можешь максимально эффективно проехать ну раза четыре подряд после этого машине нужно отдыхать потому что она не справляется не то что идет перегрев никакого перегрева и сейчас не идет просто падает мощность то есть даже на стенде если взять рс кустоковую замерить ее два раза она покажет эти пятьсот шестьдесят пять сил третий раз это будет там уже пятьсот шестьдесят третий раз четвертый раз 550 и так далее то есть она ей нужно время отдыхать то есть стоковое охлаждение реально говно на данный момент уже я заказал опять же кто следит за моим инстаграм подписывайтесь булкин спб я уже заказал полный комплект для стейдж 2 он мне сейчас идет должен прийти я даже не знаю если вы часа в инстаграме вы узнаете об этом только он придет это пайпы милтек апгрейд насосов клапана то есть это будет где-то 770 наверное сил 750 коробка у нас уже перепрошито да то есть мы будем считать что мы сделали это наперед я поэтому не возвращаю сейчас прошивку коробки потому что в принципе уже год-вот-вот-вот сейчас я уже сделаю стейдж 2 и коробка как раз надо будет перепрошиваться до той же осечки 7000 оборотов общий бюджет этого всего тюнинга где-то 320 тысяч уже все оплачено все очень должен должно прийти поеду я к 8 в москву мне будут все это ставить машина поедет реально бодрее значит по поводу того все-таки делать 800 сил или нет на самом деле многие сказали мне что вот эти вот там плюс 50 сил не стоят еще 500 тысяч рублей которые мне нужно будет дополнительно потратить на впуск и накид охлаждение я до сих пор друзья в раздумьях в любом случае если это буду делать я буду делать это третьим этапом после стейджа второго посмотрим как машина вообще поэт именно на стейдж 2 ну не знаю ребят конечно 500 тысяч рублей за 50 сил конечно вообще прям такое если же то есть основная суть это как раз то самое охлаждение причем она идет именно китом полноценным и если его ставить машина как бы не будет греться но не стоит забывать что есть другое решение то есть если я не буду брать вот это вот кит охлаждения дорогущий который добавит там вместе с пуском в общей сложности сил 50 я поставлю форш охлаждение не стоково она будет сбавлять температуру примерно на 15 градусов что будет конечно же достаточно чтобы ебашить подряд и машина не теряла эффективность то есть вроде как у нас уже и стейдж 2 плюс будет конечно там не 820 сил значит после того как я заехался с ешка я понял плюсы до относительно все-таки резки какие имеют плюсы ешка первое это стабильность в плане того что машина имеет более чуть не смущает этот хлам в багажнике если честно более современное охлаждение то есть машина реально готова ешка именно на стоковом охлаждении она сделана так ну блин это было бы странно если бы они за это время все равно сделали что-то говеная машина справляется с там полным так скажем по подряд ты ебашь на ней она как бы не теряет эффективность за счет того что охлаждение просто-напросто более продуманное нежели на и резки если мы сравним сток на сток дальше такой знаете моментик в принципе но я о нем расскажу потому что я его заметил у ешки все-таки более современные турбины сами по себе стоят и они не имеют такого то есть каждая кто ну вообще шарит до турбомотор любой имеет лак то есть все равно как это это не атмосферник который ты нажал он сразу в любом диапазоне и башен во первых у каждой турбины есть свой диапазон в котором она едет раздувается на максимум во вторых у каждой турбины в принципе есть лак то есть пока ты нажимаешь на газ чтобы она раздулась и так далее вот у ешки я так понял что какие-то это миллисекунды то есть это вот так вот обычный человек человеческим глазом не заметит но если вот так вот сравнивать у нее есть миллисекунды допустим мы едем с 50 и вот три гудка мало того что ну естественно нужно каждому среагировать одновременно у ешки это происходит практически моментально он нажимает на газ она сразу вот выстреливает у резки все-таки на сток турбинах если мы говорим про мод turbo это все будет еще более печальный потому что мод turbo эффективно именно когда они уже полностью раздуваются то есть вот у них еще больший лак поэтому как бы у резки вот он не такой большой но допустим если ешка чуть-чуть раньше нажимает на газ и он быстрее с реагирует то она может выпрыгнуть сначала вот это тоже момент очень такой интересный ну и третий в принципе общий нюанс который есть у е63 опять же было бы странно машину все-таки 16 года rs6 в этом кузове появилась там в тринадцатом-двенадцатом ее разрабатывали да грубо говоря она все-таки современней современней меня напрягает хуй там нарисовал его сильно видно то есть она во всем современней и как бы это было бы конечно странно если бы ну типа ешка не доперла до этого спустя года вообще в целом а mercedes то есть она все равно да вот у него общие какие-то моменты те же спорткаты которые идут сразу на стоковом автомобиле да более современные турбины она сама более такая ну все-таки время идет технологии да все дела поэтому конечно сравнивать сток на сток ешка как ни крутина технологичнее теперь друзья собственно самый главный минус из-за которого я в целом до отказался от решения покупки ешки ну прежде всего конечно цена потому что машины ну ешка стоит дороже естественно ну и конечно вот этот момент основной мы не знаем до сих пор еще никто этого не знает есть опять же два этих случая но опять же я так знаете про не говорю постоянно как будто я упрекаю mercedes в чем-то но все-таки вот эти моторы которые стоковые легли два случая как минимум который знает вот так скажем весь клуб гонщиков все-таки смущает то есть мы не знаем как она вообще вот переварит весь этот тюнинг что стоишь один что что стоишь два мы не знаем что с надежностью firmatic плюс вот этой системы с переключаемым приводом то есть резко в этом плане выигрывает потому что это проверенная машина временем уже их я не знаю просто во всем мире пиздец как много сделано как минимум стоишь два это надежный мотор который вот переваривает всю мощность коробка держит до 1400 ньютон-метров момента без просто без так скажем влезание туда вот то есть все-таки стабильнее надежнее rs к чем ешка ну как бы я не говорю что ешка типа говно потому что по сути мы этого не знаем да мы знаем что там да какие-то нюансы есть но лучше сказать ненадежнее а проверение то есть проверение именно и резко не конкретно 6 раз 7 раз 6 с 8 до 31 одна система вся вот и плюс ко всему конечно на ешке еще нету другого решения кроме как допустим чип и выхлоп ну грубо говоря на резко есть вот это потому что это решение по кит охлаждения тот который делает к 8 она появилась только в том году то есть прошло уже сколько времени она ну и ешки соответственно верно тоже нужно будет какое-то время чтобы что-то появилось какое-то решение я не спорю что он скорее всего появится но на данный момент имеем именно это поэтому конечно когда и резко была бы на ките охлаждения там 800 плюс все она будет ну то есть вообще ешка там м к новую это вообще не конкуренты для нее и так друзья теперь собственно про заезды да вот как я уже сказал мы уже заезднулись моя рэш 6 против е63 сейчас вы все увидите все все заезды до которые у нас были прежде всего хочу сказать на самом деле респект ешки потому что для стока тачка едет на ну прям вообще очень круто то есть прям вот вообще круто но опять же это было бы а странно если бы она да там ехала как-то говена потому что прошло черт возьми резко выпускается опять же как я уже говорю пять лет а ешка это относительно новая разработка вообще полная если же сравнивать резко вот эту да которые для которой конкурент по сути должен быть 212 рестайлинг ешка то там конечно вообще ни о чем и быть не может речь там ешка 212 кузове не едет по сравнению с рс как я уже говорил ешка то есть по документам мы говорим про е63 с это 612 сил но на деле да то есть если поставить ее на стенд она что 12 сил не выдает она выдает намного больше то есть кто-то выдает 650 кто-то 660 ну согласитесь разница с документами уже такая дело в том что ешка уже ну такое слово конечно ну главное чтобы его правильно поняли отжата то есть она отжата завода она чипанута немножечко объясняем в чем это проявляется допустим берется rs к не компе фу блять компетен уже бмв в голове в чему-то допустим берем и резку и резку именно не перформанса обычно это 560 сил на стенде она выдает эти 560 565 сил когда ты чипуешь от мотор ты получаешь там грубо говоря 700 720 сил да вот как в нашем случае если делать совсем злой чип ну обычно это просто 690 700 сил а обычный чип что касается ешки ты покупаешь ешку который по документу 612 сил на деле это 660 и только чипом ты сможешь добавить сверху в районе 40 сил то есть вы понимаете да у резки это разница где-то 150 до потому что 560 плюс 150 мы получаем 710 у ешки это всего лишь 40 это означает не то что там какой-то хуёвый мотор не потенциальных это означает то что она с завода уже у нее стоит такой знаете ну вот но она немножко чипанута уже поэтому собственно когда ты и чипуешь где-то уже потом дальнейшем ты получаешь сверху всего там 40 сил и в итоге получается те же 700 на стейдж 1 также очень интересный факт который вот я заметил среди уже пообщавшись с владельцами е63 значит смотрите допустим мы имеем 1 е63 другой е63 213 в кузове одна едет 100 200 допустим 7.2 другая едет 100 200 ну именно сток 7.6 то есть вот это непонятно немножко вещь говорят что именно каждая машина действительно может ехать по-разному причем знаете разброс неплохой дело в том что вроде как по слухам именно первая поставка она шла прям вообще там чуть ли не под 700 сил ну это грубо говоря там на 660 где-то вот авто дальше поставки уже где-то может 150 640 то есть они такие знаете почему-то вот как-то вот первая партия типа самая жесткая у них считается самая прям мощная но опять же такой вот факт который реально то есть мы даже гонялись когда там было две ешки серая матовая и белая вот белая ехала быстрее прям вот ну почему непонятно ну все теперь переходим уже конкретно заездом значит я ездил с белой ешка которая ехала так скажем быстрее серый матовый и могу сказать опять же да ешка очень хороша прям для стока вообще заебись что касается ноль 100 почему-то ну там была у меня то есть вот michelin pilot sport супер спорт вот вообще охуенная резина ребята это не реклама опять же я об нее советовали я вот ну не хочу чтобы воспринимали как реклама то что мне мишлен проплатил и так далее резина действительно заебись то есть она прям вот я гонял в плюс 3 она каким-то раком просто цепляется не буксует то есть понятно там по дождю нет эффективности по песку там если ты какой-то вот если просто асфальт относительно даже не прогрета она прям очень как вкопанная цепляется и стабильно там еду 31 до 100 значит что касается ешки она почему-то не могла зацепиться там тоже был michelin не помню какой заводской просто и с места она в плюс 3 где-то выдавала сланча 36 я ехал 31 то есть с места я прям выпрыгивал уверенно потом правду ешки получилось немножко прогреть резину за счет того что она постартовала и так далее она поехала лучше не знаю по цифрам сколько ну прям видно было да что я не так сильно выпрыгивают то что этом не сносит на старте потому что сейчас я вам покажу заезд когда вы увидите что а прям с ланча там у него жопу закинул аж ну не знаю то есть по зацепу все странно но владелец белой ешки мне сказал что летом он разгонял ее с ланча за 2 и 9 то есть если это так это просто пиздец как круто на самом деле и да да друзья этот gtr который вы видите справа это тот самый gtr который буквально через несколько дней после вот этих гонок угнали что касается заездов сходу то есть допустим с 50 60 70 80 и так далее у нас была проблема проблема заключается в том что у меня здесь стоит восьмиступенчатый автомат у ешки стоит девятиступенчатый робот то есть разное количество ступеней да то есть у меня восемь не девять таким образом получается если мы стартуем с 50 грубо говоря да я не помню как там на деле у меня допустим это там вторая передача там не знаю сколько там 3000 оборотов то есть мне некомфортно потому что мне нужно стартовать с 5 допустим чтобы прямо эффективно ехать а у него на оборот например там третья передача или наоборот вторая там у него то есть больше оборотов таким образом наоборот я с 80 стартуетом вторая передачи на пределе я готов делать рывок а у него там третий, и там у него мало оборотов. То есть таким образом получается, что мне комфортно вот именно сходу замериться. Нам нужно подобрать эту скорость, чтобы у него было количество оборотов необходимое у меня. Но таким образом не получается это сделать, потому что разное количество ступеней как минимум, да, разные коробки в принципе. В общей сложности мы заехали довольно большое количество раз, и могу вам сказать честно, да, то есть опять же скажу наперед, я не буду скрывать, я не вижу в этом ничего такого, если я буду кому-то проигрывать, я там не буду пиздец говорить. Бля, походу весь грязный из-за этой. Тоже посидел там Я не буду там пиздец говорить, что там то говно Ебать, я ее обогнал там и так далее Я отношусь к всему спокойно, поэтому я в любом случае Показываю вам всю правду, да, и говорю всю правду Были моменты, когда Ешка выстрелила Вперед и как бы я ее даже догнать не мог Были моменты, когда я выстрелил вперед Она не могла меня догнать Были моменты, когда я выстрелил вперед, она меня догоняла Были моменты, когда она выстрелила вперед, я ее догонял То есть было все Настолько на самом деле непонятно Но с другой стороны мы поняли все-таки одно, что РС-6 с чипом едет примерно как Ешка 100. Е63 100 против РС-6 ТИШ-1. К8. Давай, давай, я сигналю. Давай, давай. А, ну, блядь! Пиздец! Она сейчас так схватилась, блядь! Да, что-то она схватила жестко. Так, ну сейчас ходом будем. Ходом Ешка неплохо едет. Она у тебя сейчас проглотила, она заметила? Она у тебя сейчас захлебнулась. Не, на второй, что-то это... У меня оборотов мало на второго. Не, наверное, подгородка по-другому же. Надо с 80 ехать. Погонял он, да, чуть-чуть мало. 3,4 на 100, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240. А, ну, блядь, блядь, блядь! Сигналом. Поехали! Да я позже нажал ее. Да я не понял, да. Да позже, позже, крепко позже. Прикинь, 7,8. 7,8, да? Слушай, я, короче, стартану хуёво. Я, знаешь, как чуть-чуть провафлил, ты тогда видел, да? Я это видел, мне я что-то расстроил, 7,8. Не порядок. Это реально непорядок. А что за топливо залито? А? Что за... Сотый, сотый. Тоже лукойл, да? Лукойл сотый. Примерно так... Вот одинаково. Короче, я про старт провафлил, мы ехали одинаково. Вот у меня сейчас 7,84. То на то и вышло. Да, значит, одинаково. Странно, блядь. 7,8. Попробуйте... Просто на тот момент я ещё не знал, что машина поехала хуже из-за прошивки коробки, и что нужно самому переключать на 6,500, и ехал только в автоматическом спортивном режиме, поэтому машина ехала всегда 7,8. Я был удивлён, как так, ведь до перепрошивки коробки, просто на чипе машина ехала 7,2. Ну и потом уже, как вы поняли по видосу, то, что вот замеры в начале этого ролика, если я буду отщёлкивать лепестками, я буду ехать на полсекунды быстрее 100-200. Но, друзья, не стоит забывать ещё одну вещь. Дело в том, что я, как вам и сказал, я ехал со всеми своими проблемами. У меня действительно иногда чуть-чуть подзахлёбывалась машина, то есть я, опять же, говорю, вот только сейчас мы будем всё менять для того, чтобы она не захлёбывалась. И, конечно же, эта ебучая коробка, которую я прошил на своё горе, не знаю зачем, но, опять же, не хочу сейчас уже ничего возвращать, чтобы потом опять же её перепрошивать. Если бы у меня была не прошита коробка, я бы всегда стабильно ехал с 7,1-100-200. Так как я её прошил, мне было очень сложно. То есть вы сами понимаете, заезд, да, когда нужно самому ещё, помимо всего, смотреть за дорогой, да, отщёлкивать на 6500, поэтому, конечно, идеально у меня это делать не получалось. Поэтому надо учесть все эти, так скажем, моменты и плюс ко всему будем судить по цифрам. Значит, самое интересное. Лучшее время, которое, собственно, у меня 100-200, это 7,1. Может быть, 7,0 когда-то получится, если вот прям идеально сейчас переключать на 6500. Среднее время, если я не переключаю на 6500, а как-то проёбываюсь, тяну до 7000, это где-то 7,4-7,5. У Ешки та же самая хрень. Почему-то, непонятно почему, у неё тоже лучше 7,2, а 100-200 тоже в среднем она ехала где-то 7,5-7,6. То есть если судить реально по цифрам, мы едем, ну, прям вот, прям вот одинаково. То есть вот реально. То есть все эти моменты, когда кто-то кого-то обгонял, скорее всего, это вот, если он меня начинал обходить, это вот этот лак турбины, плюс у меня, допустим, неудачно по оборотам. Если я его обходил, тоже, скорее всего, может быть, я чуть-чуть первее нажимал на газ, может быть, у меня более удачно какая-то передача была подобрана для старта. То есть вот, ну, я считаю, что это просто наравне. Именно что касается вот с ходу. Поэтому у нас, ну, на самом деле, всё равно, если судить по цифрам, то есть у владельца Ешки прям вообще один раз там, по-моему, было 7,2 лучше, а в среднем он ехал 7,4. Если бы не коробка, не прошивка коробки, которая у меня сейчас стоит, я бы постоянно ехал с 7,071, я бы от него уезжал. То есть вы по цифрам даже это можете понять. Ну, то есть, вот. Но, к сожалению, вот на данный момент со всеми этими нюансами мы едем одинаково. То есть, ну, по сути, всё равно Ереска должна уезжать. Ненамного, не пиздец там улетать спокойно, но как бы должна уезжать. Значит, ещё раз повторюсь, друзья, всё, что я буду говорить в дальнейшем про заезды, автовлоги в целом, это будет, то есть, правда. То есть, если я буду проигрывать, я буду говорить об этом. На самом деле, я не очень понимаю вот этих людей, которые, допустим, там, ну, на своей машине выступают, кого-то там выигрывают, начинают хуесосить другие машины, других, ну, соперников своих. То есть, ну, я не знаю, я считаю, что нужно уважать каждую машину, каждого человека, каждого гонщика, так скажем, я не знаю. То есть, каждая машина по-своему хороша. Поэтому я могу сказать, что Ешка действительно охуенная тачка. То есть, стоковая Ешка едет примерно как Stage 1 RS6 на чипе. Вот, это прикольно, это круто, но, опять же, говорю, если бы не все мои эти проблемы, которые у меня были, которые я просто не успел пофиксить, это был случайный заезд, я бы, наверное, все равно чуть-чуть бы, все равно всегда объезжал ее. Ну, как по цифрам, опять же, если судить. Ну, и самый главный вопрос, который, наверное, меня тоже волнует до сих пор, как же поедет RS6 Stage 2 против Е63 Stage 2. К сожалению, пока это никак мы не можем узнать, потому что, во-первых, у меня еще не Stage 2. Ну, и потом я все-таки надеюсь, что летом, там, приезжая на всякие гонки и так далее, я найду человека с Е63, у которого уже Stage 2, и мы увидим, заедемся и увидим результат. То есть, ну, проиграю? Проиграю, значит. Ну, я считаю, что примерно, вот, да, то есть, Stage 2 на Stage 2 машины должны ехать одинаково, потому что, опять же, говорю, все-таки, мы получаем больший прирост по сравнению с током с RS6, и примерно одинаковые цифры по мощности, и, скорее всего, будут примерно одинаковые цифры по разгону. Узнаем, я надеюсь, погоняем и увидим. В любом случае, мне всегда интересно, прежде всего, у меня интерес, то есть, мне, конечно, приятно, безусловно, побеждать, там, соперников, другие машины, но, прежде всего, мне, конечно, интерес. Проигрываю, значит, по факту реально проиграю. Главное, чтобы это была честная гонка, знаете. То есть, ну, серьезно, встали, несколько раз заехались, увидели среднее, там, то, что кто кого, и все, сразу понятно. Потому что, когда вот люди встают один раз, и, допустим, у кого-то реально бывают проебы какие-то или еще что-то, я считаю, что полноценный заезд, это, как минимум, три заезда, три старта, и тогда уже понятно, да, среднее берем, допустим, два раза обгоняет одна машина, значит, собственно, она реально быстрее. В общем-то, я, в принципе, в общем впечатлении, да, что могу сказать, я ни разу не жалею, что купил RS6, потому что, в принципе, да, я тоже в какой-то момент задумывался о Ешке, но, не знаю, RS-ка была моей давней мечтой уже на протяжении, наверное, трех лет, и я считаю, что вот эти формы, не знаю, мне больше нравится она внешне, чем Ешка. Ешка, она какая-то такая немножко скромненькая, конечно, с каких-то ракурсов она выглядит, безусловно, агрессивно, но в целом RS-ка как-то вот этот стиль сарая. Ну, ребят, напишите в комментариях, кстати, все-таки, вот внешне, что вам нравится больше. Конечно, без базару, то есть, если сравнивать там интерьер, салон и так далее, Ешка там на голову выше, на две головы выше, потому что RS-ка внутри реально устарела, в плане, я имею в виду, салоне. Но очень радует этот проверенный, надежный все-таки мотор, который Audi в свое время сделали, и что меня больше всего удивляет, что они даже тогда еще смогли создать конкуренцию для будущего поколения Е63 в кузове 213 для М5 и М90. То есть, это, я считаю, реально похвально. То есть, грубо говоря, RS-ка стоит, ну, если ее брать, да, с пробегом, почти в два раза дешевле, чем Ешка. Это, безусловно, аргумент все-таки, да, потому что, учитывая, что я тоже уже начинаю близиться к своей второй мечте, после RS-6, это Lamborghini Huracan, надеюсь, я все-таки к ней приду. Для меня это большой плюс, сэкономить такое количество денег, получить все-таки, безусловно, тачку, о которой я мечтал, которая ебенит реально, едет хорошо, очень даже хорошо, вместо того, чтобы потратиться на Ешке, потерять на ней и так далее. Я вообще, честно говоря, уважаю выбор каждого, то есть, каждый выбирает то, что ему нравится. Кому-то нравится RS-6, пожалуйста, кому-то нравится RS-7, пожалуйста, кому-то нравится Ешка новая, да, без проблем, кому-то М-ка, то есть, ну, реально, на вкус и цвет, так скажем, каждая машина все равно по-своему уникальна, да, они все едут хорошо, просто, как бы, нужно выбрать для себя марку, прежде всего, да, какие-то внешний вид, там, внутри что-то, то есть, это, безусловно, важно для каждого человека. Ну, и напоследок моей болтовни, еще покажу один заезд, это будет так, знаете, не воспринимайте его серьезно, сразу говорю, потому что, ну, так скажем, это просто мы решили встать. Может быть, кто помнит автовлог, еще когда у меня был ГТР, мы снимали, мы заезжались, там был синий ГТР без номеров, вот именно с ним я встал, это обычный стейдж-2, в принципе, который едет 100-200 на минуточку, 6,5, 6,3 даже иногда, у нас это 7,1, все-таки у нас только чипы, машина, в принципе, вообще другая по сравнению с ГТР. Мы встали с нуля, ГТР ехал без ланча, не буду объяснять, почему, потому что вы все знаете, что лучше лишний раз на ГТР не ланчевать. Я ехал с ланча, ну, как бы там вообще без вопросов, я просто выпрыгиваю вперед, ГТР пока раздуется, пока так, знаете, не спеша, вот этот, я помню этот лаг, нажимаешь на газ на ГТРе, ооо, и пошла вот эта вот фирменная. Не, ГТР едет, конечно, хорошо, в общем-то, до 200 я держусь впереди, если я стартую с ланча. Если, в принципе, ГТР тоже стартует с ланча, но, видите, у него не такая большая разница. Например, если я на ней поеду без ланча, это будет где-то 4.2 до 100, а с ланча это будет 3.1. Разница просто капассальная. На ГТРе это все-таки там какие-то 0.3 секунды, разница с ланчей и без ланчей, поэтому владельцы ГТРов, ну, редко когда рискуют и стартуют с ланча. Ну, еще в дополнение, недавно познакомился с челом на ГТРе 17-го года, самый последний, который, он полностью стоковый, но мы ездили в довольно холодную погоду, у него зацепа было ноль, поэтому это такие фановые заезды, но мы уже с ним договорились, что встретимся в дальнейшем и снимем отдельный влог, я думаю, с заездами это будет более нормально, поэтому, опять же, не воспринимайте это всерьез. Ты с ланча? Да, я тебе опять дам фору, чтобы ты зацепился, так что давай. Да ладно, я без ланча поеду. Да не, давай, это с ланча. Давай, короче, все, там автончик. Давай. Но самый прикол, то есть основные гонки, это все равно 402 метра. Это с места на 402 метра, кто пересекает первую, первым финишную черту, тот победил, либо по телеметрии, либо посмотрели какие гонки. И вот самое интересное, что RS, она же у нее, в чем именно ее прикол, это не 100-200. Понятное дело, то, что GTR как минимум по своей форме, я не знаю, по аэродинамике, по всему остальному, по весу, должна на таких скоростях выиграть. Самый прикол, что если мы стоим, допустим, с тем же GTR-ом на отрезке 402 метра, то есть он же квотор, я проезжаю уже с чипом этот квотор за, получается, 11 секунд ровно, да, вот вы видели этот результат. А мой GTR, который был Stage 2, даже с кульком, там, допустим, который ехал 6,3-100-200, он ехал квотор за 11,1-11. То есть, ну, хорошо, будем считать, что так же. То есть, вот понимаете, эта фишка, мы стартуем одинаково, и пока GTR меня догонит, мы как раз где-то вот на этом вот участке 402 метра придем наравне. Это, конечно, круто, безусловно, конечно, потом GTR должен уверенно улетать вперед, что, собственно, и было вот в заезде. Мы, когда стали с владельцем GTR синего, до 200 я ехал первый, а потом меня GTR обходит. То есть, ну, это понятное дело. Поэтому, безусловно, самое главное, вот, самое главное, что ты получаешь, покупая RS, куда, ну, например, в моем случае, это вот этот ебический старт с нуля. То есть, даже, знаете, я вам раскрою секрет, у Ешки, по-моему, такая же фигня, не знаю, в чем дело, но вообще, как правильно мерить машины 100-200, вот как это принято. Ты где-то разгоняешься до 70, едешь на предельных оборотах и жмешь в пол. И у тебя получается этот отрезок 100-200 замеряется. Если это так же мерить и так же заезжать, допустим, 100-200 на RS, на Ешки, будет время хуже. Почему это происходит, честно говоря, до конца непонятно, но вот такая особенность. То есть, эти машины, конкретно RS, Ешка, то же самое, если ты стартуешь с места с ланча, они проедут эффективнее отрезок 100-200. То есть, вы понимаете, не знаю, в чем разница, но так оно и есть. Это, я считаю, достойные цифры, даже вот после чипа 7 секунд, низкие 7 секунд. Это очень круто. То есть, до ГТРа совсем чуть-чуть. Будет очень интересно узнать, сколько по 8-quarter RS после Stage 2 даже. Будет интересно посмотреть на 100-200. Я думаю, что мы должны выехать из 7 секунд и уже, знаете, будем приближаться к ГТРу. как бы, все равно, видите, ГТР на отрезке 100-200 должен, я думаю, обгонять. А вот, Квотер, очень интересно будет посмотреть, сколько про это RS 6, потому что ГТР это 10,9 самое лучшее, что он может показать, а среднее это 11,1. Так что, друзья, я прям разжевал все подробно, прям надеюсь, надеюсь, вы это прослушали. Я понимаю, что это, возможно, было утомительно. Я, наверное, сейчас даже, когда это все монтировал, охреневал, да и сам рассказывал, не знаю, нужно это или не нужно, но в любом случае, надеюсь, найдутся те люди, которые это все посмотрели, у них будет меньше вопросов по поводу, что лучше. Все тачки хороши, ребят. Но, как бы, вот, заезды показали следующее, опять же, не будем забывать те факты, что у меня были некоторые накладки. RS-ка ебашит, E-шка ебашит, M5, я уверен, тоже ебашит, их пока, к сожалению, нет. Так что, летом будет горячо, еще узнаем много чего, нас ждет еще тюнинг, все будет круто, и, друзья, да, а сейчас мы переходим к нашей установке насоса и поменяем нулевик. Итак, процедура ломания RS-шестой. Короче, мы решили просто поэкспериментировать даже, и почему бы не поменять обычный насос, просто самим. Все, нахуй, давай, облегчили тачку. Сколько он весит? Сколько весит, реально? Сидушка? Да. Бл***, килограмма 3-4. Да, блядь, ездец, облегчение. Ёбаный рот. Ребят, вы такое видели когда-нибудь? Мне кажется, это шок-контент. Просто, ну, насос находится здесь. Чего, пацаны, вскрываем? Чего, думаешь, за сколько справимся? Мне нравится то, что я говорю справимся, хотя я просто стою, блядь, снимаю. Кстати, еще по поводу эксперимента со 102-ым. Я просто, почему не провожу его, потому что это самое, типа кат, мне кажется, уже не перевалит такую мощность. Так что у нас тысяч два поэкспериментирую. Вот и он. БАМ! Испугался? Ну, я думаю, что... посвятить мышцы зажигалкой? Не надо. Петели бы с тобой, блядь. На километров пять бы. Мне кажется, только у меня такого можно найти. Просто заехать на парковку, обычно здесь тазынчини, там мы просто так чисто, по приколу, РС-6, просто как бы, ну, насос поменять, чё, ёпта, хуйня, вопрос. Так, ребят, пока покажу вам, вот как выглядит насос, то есть, это, в принципе, стоковый, просто он, в К8, они его расчехлили и апгрейднули сразу, чтобы он, короче, ну, поняли. И там вот еще лежит, блядь, нулевик, сейчас его достану. А вот этот, короче, нулевик, потому что там стоит сейчас стоковый, он немножко уже устал, но мы его сначала хотели поменять, уже на стейдж 2, но как бы мне К8 просто заслали с насосом в подарок, за что им спасибо. В ебало сейчас полетит с бензином? Я не должен. Чего? Не должен, мне вот это нравится, блядь. Даже не знаю, обиднее, если на камеру он попадет, или в ебало тебе, или мне. Наверное, на камеру обиднее будет, если честно. да. Бля, вот такой, ребят, кадр, мне кажется, просто, сука. Не, подожди, вот так вот, блядь. Бля, вот мне кажется, ребят, вот что можно ожидать, когда заезжаешь на парковку, вот вы просто заезжаешь, смотрите, вроде все ништяк, просто стоят машины, все нормально, вот так переводишь взгляд сюда, так тихонечко, тихонечко, тут хуяк, блядь, очередной таз ремонтируют, блядь, немножко воняет бензином, это нормально. Теперь ребята знают, как вытаскивать, это ВРС-6 насос, как он выглядит, тоже, какие кишки, блядь, как будто, я не знаю. Так еще не знаю, как прорубь, блядь, болтается тут. Ну, как давно, да, согласен, блядь. Так, ребят, тем временем, покажу вам другие ништячки, это стоковые шильдики, вместо красных, напишите в комментариях, как думаете, ставить их или нет. У меня есть передние и задние, ну, что-то теперь так спорно, я даже не знаю. Типа, я не знаю, вот стоковый, вот красный. Бля, ну, я не знаю, спереди, вот, оригинальный смотрится неплохо. Я вам сейчас фотку ставлю, есть, просто похожая машина в Европе, и у нее тоже красные вставки спереди, но шильдики стоковые, так что, я даже не знаю. Так, ну, что, вынимай. я не знаю, сейчас, поплавок тут. Пиздец, ванизм, блядь. Блядь, а не все. Сука, ты как киборг, блядь, как в этом, как в фильме, звонок, вылазишь, блядь, смотрел за это, блядь? Звонок же называется? Забылся, блядь. Ну, такая вот хуйня. Блядь, мне кажется, это опасная хуйня. Сука. Ну, да, опасная хуйня. Какой контент, блядь. Похуй над бензином, что это? 500 грамм, блядь. Блядь, ну, его надо оставить, на самом деле, насос, да? Ну, поставь пока, да. Если что, мы потом убираем за собой, ребят, так что не надо. И вы тоже всегда сремонтировались, где-то убираете за собой. Что, давай так, блядь, оставляем. Удочку закидывай, что найдем там? Рыбку будем сейчас водить, братан. Кстати, да, пишите в комментариях, как вам такой контент? Типа, интересно смотреть или не очень? То же самое, практически. У нас получается просто новый, стоковый, из него вытащили сетку, и он типа апгрейднутый считается. Вот это новый. Ну, короче, в принципе, показывать-то нечего. Точно так же установка. Так что, такие пироги. Так, ну что, ребят, мы сейчас собираемся и, в общем-то, вот все готово. Сейчас весь мусор соберем. Пока немножко воняет, но сейчас проедемся, проветрим. А, ну еще нулевик сейчас поменяем же. Ну, это попроще, дел намного. Сейчас как раз посмотрим, какой у нас нулевик. А, мы же вот тогда немножко это, помнишь же, да? Да, почистили. Ну, конечно, такой уж. Бля, сочно, выглядит? Ну. Руку не хочешь поставить? Нет. Язык я сейчас сказал. Язык? Вон он, бля, говнюх этот. Говнюх, майдадыр, бля. Грязнули. Грязнули. Пиздец, чумазик, да? Да, вообще. Это мы его почистили еще, ебаный насос. Все вот так вот. Можно в футболское играть. Че, пацаны, спорт? Бля, каждые 3 тысячи продувать его. Продуем? Скоростью? Скоростью. Короче, ребят, вот такой вот тюнинг на сегодня. Короче, ребята, у меня как всегда все через жопу, какого-то хера. Второй аккумулятор, который я взял с собой, он оказался уже разряженный. Короче, вот на сегодня такой тюнинг небольшой. Пишите, что вы думаете про шильдики, потому что сзади, спереди, все дела. Следующий автовлог я пока хрен знает, какой будет, но, в общем-то, как вы видите, они сейчас должны идти уверенно. Так что, ребят, увидимся. Ставьте лайк, пишите комментарии. Кстати, честно, напишите, кто посмотрел полностью, кто послушал про этот самый полностью рассказ, про Ешку, про все такое, потому что, чтобы все знали эти нюансы, я надеюсь, это было важно. Мне, как владельцу, тем более рассказать, всем поделиться, честно, чтобы вы тоже все понимали и знали. Все, ребят, до новых встреч, надеюсь на ваши лукасы, подписывайтесь, будет еще много чего интересного, крутого, комментируйте, пока-пока, ребят.